Новый шаг. С началом работы Большого Адронного Коллайдера Европейской Организации по Ядерным Исследованиям, человечество вступает в новую эру научных открытий. Но может ли что-то пойти не так? Чел, я тупо хз, хорошая ли это идея? Типа, а что если это создаст черную дыру? Ну, сэр, думаю, ученые провели тесты, которые... А что если это уже произошло? Что если они уже активировали коллайдеры? Он создал гигантскую черную дыру, которая поглощает Землю, а мы просто не можем это узнать, потому что попали в горизонт событий и застряли в искривлении времени! Чувак, я в восторге. Мы собираемся так сильно столкнуть атомы. Надеюсь, это не создаст черную дыру. Знаешь, Америка, в жизни есть нечто большее, чем просто боязнь дыры и сталкивание одних вещей с другими. Ты так думаешь? Эй, Австралия, посмотри, какие детекторы ты разработала. Австралия. Удивительно, что тебе удалось их создать, основываясь исключительно на рефлексах кенгуру. Это гениально. Ах, прекратите, мне становится неловко. Эй, Канада, у тебя есть сверхпроводящие магниты? Конечно, есть, дружище. Так привлекательно. Итак, мы за миг, кто готов сталкивать миллиарды частиц в пучках шириной 2 миллиметра, чтобы посмотреть, какое дерьмо мы можем создать. Видите, столкновение — это залог новых открытий. Теперь мы заглянем в фундаментальную структуру Вселенной. И надеюсь, не будем поглощены черной дырой. Прощай, папа. Нет! Верните ее и сделайте черную дыру побольше. Ты же знаешь, что смысл этого эксперимента не в том, чтобы создать черную дыру? Я сказал, верни ее обратно, Сфенсен.